Я часто слушаю к нам претензии, вернее, в эдуаторских критериях. Вы что, только вы пиарили Путина, вы за Путина, да вы против Путина. Да мы не за и не против Путина. Мы за то, чтобы обстановка в России была стабильна. Вот представьте, что Путин прочитал все материалы и концепции общественной безопасности, понял, что они действительно очень серьезные вещи, имеют большую перспективу в будущем. Но почему принадлежит Путин? Он же представляет только программно-адаптивный модуль, да? Он не представляет концептантной войны. А задача программно-адаптивного модуля какая? Четко выполнять все, что прописано концептальной власти. Если программно-адаптивный модуль этого не делает, его сносит, или делает плохо, как, например, программно-адаптивный модуль российской монархи, он плохо выполнял задачи, которые ему были возложены. И это было следствие вот такого неопределенного управления концептантами. Поэтому было принято решение его снести. Вообще, в период, когда сносится один программно-адаптивный модуль и выстраивается другой, можно очень многое сделать. Но не все. Благодаря тому, что был снесен программно-адаптивный модуль бывший СССР, концепция общественной безопасности в период мальдвихи прошла режим парламентских совершений. И обратно это не запихнуть. Остается только молчать. А теперь вот представьте себе, что Путин все-таки все это понял. И как вы себе представляете? Ведь даже сейчас, когда он выдает указания, они далеко не все выполняются. Потому что я не говорю и не утверждаю, понял или не понял. Это совершенно сейчас для меня не важно. Я говорю предположительно. Вот предположим, что он понял. И что он выйдет на Дворцовую площадь или на Красную площадь и будет кричать, «Эй, все концептуалы, давайте ко мне, я вас тут». Ну, куда-нибудь сумасшедшим. И второе. Если слой, на который может опереться реальность и активность, к киевам. Вы думаете, это не имеет отношения к той теме, которую позоровал Олег Ивановичу, абсолютно? Идет очень трудная, тяжелая борьба даже среди сторон Консенсии. Потому что меня часто упрекают, что я там что-то партию развалюю. Ведь посмотрите, были выборы, кого увидели в стране и в мире одного председателя партии. Что будут думать? Вот представьте, я говорю, после революции выступал бы везде один Кейнг, а все остальные, а где партии? Ну, кроме того, что партии сейчас вообще отживаются в мире. Партии – это тоже часть программно-адаптивного нового. Прийти в законодательную власть и оттуда что-то изменить, а ведь это люди, которые считаются, что они все ослаблены концепцией, но ее плоды – это стереотипы? Конечно, стереотипы. Причем это не последние люди, которые… Константин Павлович Петров очень много сделал для того, чтобы распространить концепцию в обществе. А что сделано для того, чтобы помочь обществу изменить стереотипы? Поэтому тема сегодняшнего сообщения исключительно актуальна. Мы стоим только в самом начале. И пока не будет сформировано слой концептуально-властных статей, я говорю именно о слойах. Говорить о каких-то там… Ну, либо тогда, но это самое противоречие в себе. Полная функция управления – это не шутка. Есть концептуальная власть, есть программа адаптивный модуль. И наука, последовательное образование, заточена, обязана работать на ту концептуальную власть, на ту концепцию, которой концептуальная власть будет жить. Значит, мы говорим одно, а думаем другое. Чего тут удивляться? Все естественно. Значит, вопрос о том, как менять стереотипы – это очень продолжаем обсуждение.